Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, и в сегодняшнем видеоролике мы поговорим о том, как сделать тревожную кнопку для вашего Android-смартфона. Давайте на секундочку я объясню, что это такое. Сейчас стали очень популярны браслеты безопасности, либо часы безопасности. Они стоят в районе 2,5 тысяч рублей. Я такое покупал своей бабушке. То есть там имеется, во-первых, циферблат, чтобы знать, какой сейчас час. И вторая функция, когда вставляется сим-карта, это может быть универсальная сим-карта, у которой абонентская плата в районе 250 рублей в месяц. Либо вы можете самостоятельно приобрести сим-карту от другого сотового оператора и просто платить абонентскую плату за, получается, мобильный трафик. Ну, какой-нибудь такой, подобрать оптимальный тариф. И, соответственно, там есть кнопочка SOS. Сос, изначально вы настраиваете эти часы или этот браслет для того, чтобы в случае какой-то опасности, да, вот, допустим, пожилой человек, если он упал, либо ваш ребенок, когда шел со школы. Если что-то случилось, чтобы он несколько раз нажал на кнопочку SOS, и вам в автоматическом режиме родителям, да, либо родным и близким пришло смс-оповещение с координатами, где он находится, либо даже с улицы. Ну, то есть это зависит от того, какой провайдер, какого выбрали провайдера, браслет, какую фирму вы покупаете. Потому что я пока видел на рынке вот таких вот трех различных решений. Вам приходит, получается, время, когда случилось вот этот SOS, сигнал SOS, и где именно находился человек в этот самый момент, да. Вот, это очень здорово, особенно, во-первых, для того, чтобы, ну, помогать возрастным своим родственникам, да, тем же самым бабушкам, дедушкам, которые, допустим, ходят очень плохо и, не дай бог, могут упасть, либо обезопасить детей. Вот, но это то же самое можно сделать с Android-смартфоном, причем это будет стоить значительно дешевле. Давайте я вам объясню, что от нас потребуется. Android-смартфон, любой Android-смартфон с версией Android 4.4 и выше. Сейчас даже бюджетники, там, ценой за 8000 продаются все равно с предустановленным пятым Android-ом, так что я не думаю, что это будет проблема, как несколько лет тому назад. Также потребуется умная кнопка. Что такое умная кнопка? Я вам покажу в следующем, получается, видеофрагменте. Это будет такая своеобразная нарезка. Но суть в том, что эта кнопка стоит всего 20 рублей. То есть Android-смартфон, кнопка за 20 рублей, которую можно купить на Алиэкспрессе. Далее от вас потребуется покупка одного приложения. Оно стоит тоже смешные, там, 150-200 рублей, в зависимости от того, есть ли какая-то скидочная акция от, получается, ну, разработчика на просторах Google Play. И, соответственно, сейчас я вам покажу, как это все работает. И далее покажу, как это все настроить. Я нажму на кнопку 5 раз. То есть представьте, да, вот что-то случилось. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь я подниму камеру выше, чтобы никто не видел, куда, что сейчас делается. Но я звоню своей супруге. Она будет слышать наш с вами разговор. У меня автоматически отправляются смс-ки матери, отцу и девушке, что вот со мной случилась беда. И также с помощью этой кнопки можно настроить, получается, как это называется, отправку геолокации. Ну, я сейчас специально подключил Bluetooth гарнитуру. Вы меня видите в отражении, чтобы я мог сказать, что отбой это репетиция. Я ее просто заранее не предупредил. Она не смогла ответить на мой телефонный звонок. Ладно, я сбрасываю. Все сбросил. И тут тоже слышно, что произошел сброс. Жмем на кнопку, включаем телефон. Вот, отправляются смс-ки. Давайте я сейчас покажу вам эти смс-ки. Просто не хочется светить, получается, ее номер. А, но он, кстати, не светится. И вот пришла от меня смс-ка «Помоги мне». То есть, и суть в том, что когда я нажимаю пять раз на эту кнопку, никто не слышит даже о чем я... Ну, то есть, никто не знает, что я набираю номер. И получается, все происходящее, все, что происходит, оно записывается. А так как еще есть root, это все так же записывается в отдельный аудиофайл. То есть, соответственно, не дай бог, что случись, всегда можно будет найти концы. Особенно, если вы еще... О, вот, схватились. Алло, это все нормально. Я просто тестировал программу. Вот как я тебе про кнопку объяснял. Все хорошо. Вот, видите, ложная тревога. Да, да, и там маме тоже... Ну, ладно, я и сам уже отзвонюсь там, и папе отзвонюсь. Давай, целую, пока. Спасибо. Я просто хочу предупредить сразу, что у меня, в моих интересах, нету цели сделать длинный видеоролик, потому что у меня все равно нет рекламы, и в зависимости от того, как долго вы меня смотрите, у меня никакая копеечка не прибавляется. Я просто очень серьезно отношусь к вопросам личной безопасности, особенно родных и близких, поэтому ролик получился такой длинный. Я, может быть, его смонтирую, постараюсь сделать как-нибудь покороче, но я снял подробно, как меня просили. Итак, давайте приступим. Первым делом запускаем скачанную программу Trigger. Это та самая программа, которую придется покупать. Проходим в дополнительное меню и проходим в раздел плагины. Нам нужно скачать плагин звонок и плагин SMS. Вы просто на них тапаете, после чего происходит загрузка. Но мы видим, что у меня уже установлено, поэтому загрузка не происходит. И проходим в раздел мои задания. Жмем на плюсик. Я вам покажу все поэтапно, как это настроить. Manual, вручную. То есть мы будем активировать его умной кнопкой. Если, допустим, телефон в кармане наших штанов. Выбираем категории действий. Мы выбираем звонок. То есть самое первое – это звонок, чтобы телефон осуществил скрытый телефонный звонок. Звонить, получается, мы будем кому-то одному. Надо определиться с самым важным для вас человеком. Пускай это будет репетерки, которые, вероятнее всего, возьмут трубку, не проигнорируют звонок. И вот именно та запись, которую он будет слышать, то есть все то происходящее, именно эта аудиозапись выгрузится в интернет. Далее выбираем сообщение тревожное – отправить смс текстовое. Я не знаю, какое здесь ограничение. У меня стоит три получателя и всем троим смс-ка улетает. То есть я подозреваю, что здесь именно ограничение самой операционной системы Android. А их вроде бы как и нету, потому что у меня были приложения, которые разом отправляют там массовую рассылку. И ведь при этом телефон не виснет. Так что мне кажется, здесь только ограничения, которые там есть у разработчиков Android. Также вбиваю номер 555, выбираю текст, просто точечку. Я не знаю, что вы сами предпочтете, но я делаю просто, чтобы продемонстрировать. И давайте повторно отправим смс-ку. Кстати, может быть и человек, которому вы звоните, и которому вы отправляете смс один и тот же. Потому что вначале у вас произойдет отправка смс, потом сделается звонок. Отправить текстовое сообщение, пускай уже номер будет, к примеру, 300. И также текст, точка. То есть разным людям можно отправить разные сообщения. Если, допустим, кто-то из отправителей у вас безучастный, можно ему написать более такое сообщение, серьезно, что, боже мой, давай серьезно выручай там, как хотите. Вот, жмем, ну пускай задание будет у нас один. Я назову его один, чтобы оно просто было в самом верху, и я вас не смущал с своими остальными заданиями. Итак, действие. Позвонить, отправить смс 555 с текстом точка и смс на, допустим, номер с тремя нулями. Проходим на наш рабочий стол, разворачиваем шторку. Качаем приложение KCAD. Я про это также приложение рассказывал. Вот оно, оно также имеет внутренние покупки, но в этом случае нам нужен бесплатный функционал, так что покупать его не надо. И вот смотрите, я в беде. Это 5 нажатий на умную кнопку. Каким образом он активируется? Активируется он ярлыком. Давайте посмотрим. Тоже сделаем все с самого нуля, с самого начала, чтобы вас не отвлекать. Действие. Это будет шестизначное нажатие, в моем случае. Вы выберите 5, либо 6, сколько вам удобно. Но я могу по собственному опыту сказать, что все, вот все, кто видит эту кнопку умную, всем интересно, что это такое. И все все равно, даже беря ваш телефон, когда вы его даете посмотреть, они даже не спрашивая, пару раз нажмут на эту кнопку. Так что я рекомендую, вот на первое нажатие у меня выключается экран, а на второе включается фонарик. То есть выберите либо 3, либо даже 4 действия. Вот у меня мы видим на 4 нажатия кнопки, это вот 4 точечки, это мое местоположение. То есть телефон пилингуется, про это позже. И 5 нажатий, я в беде. Я 6 нажатий. И выбираем ярлык. Выбираем ярлык. После чего выбираем ярлык нашего приложения. Сейчас мы его найдем. Жмем на выполнить. И выбираем задание. В нашем случае задание номер 1. Все-таки надо выбрать иконку, требует теперь. Ладно, выберем ключ. Готово. Все, вот теперь смотрите, шестизначное нажатие на эту кнопку. Будет запускать действие номер 1. Я вам его показывал в вступлении. Поэтому я его активировать не буду. Я вам просто показал, как это сделать. Поехали дальше. В большом разрешении. Проходим в настройки. И если у вас есть опасения, что у вас старенький бюджетный телефон, сделайте следующее. Вам нужно поставить галочку напротив пункта уведомления. То есть уведомление поможет предотвратить случайно закрытие приложения KeyCut. Есть другое приложение, которое я могу вам посоветовать. Оно называется Glimpse. Приложение Glimpse делает следующее. Вы выбираете человека, которому, допустим, доверяете. В моем случае это супруга. И ей отправляется по электронной почте специально ссылочка. Сейчас я перемещусь в другое место, чтобы не видеть, где я нахожусь. Потому что по картам сейчас подгрузится мое реальное местоположение. И программа Glimpse определяет очень точно, там вплоть, что вы идете и можно отследить вашу улицу, к какому вы подходите к подъезду. То есть очень качественное приложение. Мы видим 18 секунд, 19 секунд. Все, теперь я пилингуюсь. И получается с помощью этого приложения вы отправляете доверенному лицу по электронной почте либо по SMS короткую зашифрованную ссылочку, перейдя по которой он попадет на сервис Glimpse. Он совершенно бесплатный, этот сервис. И будет видеть ваше реальное местоположение в течение заданного вами промежутка времени. То есть можно отправить пилинг на 30 минут, можно отправить пилинг на 2 часа. Я его запускаю 4-х разовым нажатием на кнопку. Я сейчас нажму 4 раза. 1, 2, 3, 4. Вы этого не видите, но сейчас вылезет сообщение от Glimpse. И вот смотрите, у меня сработал этот триггер. Происходит возможность поделиться моим местоположением. Я здесь немножечко замажу, ну, чтобы вы не знали, что да где. Но все дело в том, что сейчас в течение 45 минут моя супруга, она будет знать, где я нахожусь. То есть можно указать цель, куда я направляюсь, но цели конкретно нет. То есть ей нужно просто знать мое местоположение и текст сказать, чтобы она знала, для чего я это отправил, хотя я заранее предупредил. Но мало ли, мое местоположение, оно действительно в течение 30 минут. Все фиксируется в режиме реального времени. То есть чтобы она знала, что у нее есть 30 минут. На самом деле 45, но я считаю, надо подгонять людей. Вы жмете на правый, в правом верхнем углу конвертик отправки. И вот смотрите, если позвонить, отправить смс, можно без вашего как бы участия, скрыто, то, к сожалению, поделиться геолокацией нужно вручную. То есть здесь уже не получится скрыто в кармане отправить вот это вот скрытое сообщение. Потому что геолокации, ну а какие операции требуют вот именно непосредственного разрешения. И в случае с сервисами Google, когда я сказал, что можно отследить, где последний раз заряжался телефон, там тоже, чтобы активировать эту функцию, нужно дать разрешение в телефоне. Но это мы с вами сделали вот основную тему. Далее. Запись телефонных разговоров. Есть много программ на просторах Google Play. Платных, бесплатных. Я здесь советовать их не буду, потому что меня в комментариях вообще затопят. Их десятки. Я просто хочу сказать, что есть программы, которые в режиме реального времени автоматически всегда записывают телефонные разговоры. Есть программы, которые записывают непосредственно избранные контакты. То есть вот вы хотите, чтобы записывалось только если вы разговариваете с этим человеком. Тогда вбиваете его номер. Это просто для того, чтобы у вас база звонков не набралась очень большой. У меня мой совет. И программа DropSync. Вот опять сейчас на меня точно будут наезжать. Программа DropSync. Мы видим, что с ней идет ProKey. Ее нужно покупать. Объясняю почему. Есть такая программа, как в случае с DropSync у меня никаких проблем никогда не было. Итак, состояние ошибок сети. Это нормально. Это в прошлый раз, когда была синхронизация, не было интернета. То есть, естественно, на телефоне должен быть интернет. И давайте зайдем в настройки. Я вам покажу, как это делается. Я вбиваю в пароль. Естественно, я это замазываю. Блокировку пароля я поставил специально для того, чтобы сторонние люди не могли что-то напутать с моими важными настройками. Папки для синхронизации. Создаем новую папку для синхронизации. Выбираем, допустим, ту папку, которая в настройках вашей программы записи телефонов и звонков вы поставили по умолчанию для записи. Но это может быть CallLogs. Не важно. Я возьму CallDispatcher. И выбираю эту папку. То есть, все звонки из папки CallDispatcher. Ошибка при загрузке списка папок из DropBox. Так, надо включить интернет. Я просто его специально отключил, чтобы сообщения почты нас не отвлекали. Сейчас мы выбираем, допустим, папку Backup. Ну, вот так вот сделаем. Папку Backup. Разблокирую телефон. Я извиняюсь. У меня стоит, так мы видим, да, сколько здесь записей в телефонах. У меня стоит специальная программа, которая разблокирует все приложения, доступ к SMS, там, банковское приложение, когда оказываешься в зоне действия домашней Wi-Fi сети. И просто вышло сообщение, что вы дома. И можно было просто его отменить, что это ошибочное срабатывание. Нет. Все. И выбираете тип синхронизации. Надо выбрать только загрузку. То есть, чтобы по случайности на вашем телефоне не затерлись старые записи. Вам нужно только загружать на DropBox ваши телефонные записи. Как и синхронизация включена. Жмем готово. Это еще не все настройки. Далее. Очень важный момент. Мы сейчас посмотрим. Включить автосинхронизацию. И можно сделать интервал автосинхронизации. То есть, вообще можно поставить 5 минут, но если у вас какой-нибудь дешевенький бюджетный телефон, то это мгновенная загрузка. Что это значит? Как только программа определит со своим вот этим интервалом 1 час, что появился какой-то новый файл, она мгновенно будет долбиться в сервис DropBox для того, чтобы его выгрузить в сеть. То есть, ну это гарант того, что как только появилась новая аудиозапись, причем не только начальный файл, а вот файл появился и аудиозапись сохранилась, тогда будет происходить мгновенная загрузка в DropBox. И служба мониторинга в приоритете. Поставьте на это галочку. Тут пишут, что обычно не требуется. Но поставьте. Это высочайший приоритет запущенного процесса. После чего, все, вы провели настройку. И можем сейчас сделать, допустим, давайте сделаем синхронизацию. То есть, сейчас посмотрим, как это происходит. Но мы ее делаем вручную, а вообще она должна делаться автоматически, когда мы выйдем из данного приложения. У меня просто свободно всего 112 мегабайт памяти на DropBox, 2%. Все, произошла загрузка. Следующий мониторинг мы видим, следующий запуск будет через час. Через час она проверит папку Call Dispatcher. Если появились новые телефонные вызовы, она ее опять загрузит на мой DropBox. После чего, я могу пройти в DropBox на компьютере. Всем пока, до скорых встреч. Ставьте, пожалуйста, палец вверх за эту работу. С вами был Владимир.